МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите угоэтым выпуском. Час избирать журавины. У Гомельской области дозволена нарыхтовка каштонной ягоды. Для саправдных гурманов у Рагачове будуть выпускать сыр с протяглым термином поспеванья. Межнародный центр науки и адукации. У ГДУ имя Франциска Скарыны приступили до занятков студенты из Германии. Свята для всей семьи. У Гомель пройшел первый фэмили-фест. Бегчы для здоровья дятей. Будучи медики долучилися до доброчинного пробегу. А зараз обгэтым и іншым больше подрабязна. Беларусь селит асьбяры коля 10 млн тонн сбожжевых. Аб гэтым поведаме у министр сельской господарки и харчаванья Леонид Заяц. При гэтым керауник ведомства признав, что гэтый год стал непростым для аграреу и не было упэвненности у отрыманни минавита таких результатов. Паводли слов министра. Насёння на полях знаходится ясче коля 250 тысяч тонн сбожжевых плюс 170 тысяч у селянско-фермерских господарках. Чекается таксама добрый ураджай кукурузы и насенние рапсу. Зараз на полях, где уборка бульбы, убрана май 4%. Ураджайность высшая за минулогодню. У нашем регионе убрано 7% полёв. По темпах работ лидируют господарки Гомельского и Рычицкого районов. У Беларуси распачкалася нарыхтовка журавин. Дикарослую ягоду уже можно сбирать у Брестской и Гомельской областях. С 6-го века сбор дозволены у Гродзинской области, 8-го – Минской и Могилёвской, с 9-го века – у Витебской. У минулым годзе держава закупила у насельництва больше як 700 тонн журавин. Значный объем нарыхтовок традиции найдет на экспорт. Чем дальше сыр спеет, тем лучше его густ. На Рогачовском омолочно-консервовом комбинате рыхтуются выпустить у реализацию пармезан с термином поспевания 12 месяцев. До гетолю гандлёвую сетку поступали сыры, на вытворчасть яких потребна утрая меньше часу. Пармезан, який целый год поспевая у специальной камеры, володая больше вытонченным смаком. Одним из первых рогачовскую новинку оценил наш корреспондент Дмитрий Котау. История заявления у Рогачовой вытворчасти сыра пармезан берет свой початок с Италии. У 2015-м уходе делегация региона на шале со старшинёй Абалвы Конкама Владимиром Дворником наведала международную выставу «Экспо» у Милани. Подчас визиту представники Гомельской области побывали так само у Парме. Тут я не ознайомился с вытворчастью вядомого на весь свет сыра пармезан. Тады и узникла идея выпуска аналогичной продукции у Рогачои. Мы попробовали новый продукт, увидели результат. Мы сегодня уже вышли на срок годности год и более. Это подтвердила вся сертификация, это подтвердили уже дипломы, получившие на международных выставках. Поэтому видим дальнейшее развитие данного продукта. Пармезан относится до твёрдой группы сыров. Для его вытворчасти выкористовывается сыровина только самой высокой якости. На одну тонну приблизно не обходно каля 10 тонн молока класса «Экстра». Адметность этого сыра в первую чергу долгий термин поспевания – от 4 до 12 месяцев. Этот процесс ожитивляется в специальных камерах, где усталеванный оптимальный температурный режим от 10 до 14 градусов и вильготность, не высшая за 80%. Созревает он в латексе. Это необходимо для данного вида сыра, потому что лишняя влага должна удаляться из него. Поэтому очень важно на деревянных полках созревание проводить. Сыр должен дышать. Если образуется там сыворотка излишняя, которая удаляется из сыра, деревянная полка должна поглощать её. Поэтому вот эти требования к полкам, что они должны быть либо из пластических масс, либо из нержавеющих, к данному сыру, конечно, не подходит. В месяц на Рогачевском молочно-консервовом комбинате выпускают до 20 тонн сыра пармезан. По кулю гандлевую сетку траплял только сыр с термином поспевания 4 и 6 месяцев. Зусим худко з'явится и пармезан, на вытворчусть якого потребны целый год. Планируем к реализации сыра будет со сроком созревания 12 месяцев. Вот мы сейчас разрезали его и видим, что структура просто идеальна. Тесто склонное к радиальному раскалыванию. В тесте наблюдаются отдельные кристаллики локтата кальция. Хочу отметить, что у этого сыра казеин, основной белок молока, расщеплён уже до такой степени, фактически до пептидов и аминокислот, и перешёл в наиболее легко освояемую форму. Плануется, что посправить новый сыр гурманы смогут уже сёлита. А до налога с меньшим термином поспевания яго одрознивая больше вытанчаны, ярко выявленный смак. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания Гомель, Зрогачёва. И еще один аппетитный факт. У Гомеля представили бургер с белорусским колоритом – дранбургер. Новинка нагадывая популярную страву фастфуду. Правда, у белорусским бургеры замест хлебной основы – самые соправдные драники. На чынність бекону, цыбулі, смятаны и томатау. Пакуль яго падают только в один ресторане, однак чыкается, что дранбургер стане популярным на грацких фестивалях и святах. У тым лику день 875 годзя Гомеля. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны проступили до занятков студенты высшейших навучальных установ Германии. На протягу нескольких тыднів яны прослухают курс лекции по радиоциейной и экологичной беспеции, а так само наведают территории, які потерпели у вынику Чарнобыльской катастрофы. Перспективы международного супрацовництва оценил Олег Синцерову. Сегодня в Гомельском державном университете в очередь собочек 700 замежных студентов за маль 20 країн света, в темнику Испании, Италии и Израиле, представников Германии, сиротых по куль нема, что не выключает максимум обмена делегациями по конкретных питаниях. Головная мета этого визита – отримание информации по питаниях радиоцией и экологичной беспеции. Декан биологичного факультета Виктор Аверин, один представник от СНД у Международной комиссии, якая займается распроцовкой системы реагования у выньку аварии на атомной станции, а тому про реальность ситуации и максимум наступствах он ведает усё. Открываю картинку по Европе, и сколько там насыщено атомных станций, и сколько там находится хранилище радиоактивных отходов. Кроме того, высокая плотность населения, хочу сказать, что эта проблема для Европы очень актуальна, и поэтому я думаю, что она очень важна и интересна. Кроме того, на сегодняшний день проблема существует и в том, что даже если где-то появляются продукты питания с одним бикерерием загрязнения, они должны будут вноситься в базу данных. В Европе есть очень осторожное отношение к продуктам питания. А прача лекции у программы визит у немецких студентов, ознайомление с Гомелем и Полевским державным радиационно-экологичным заповедником наибольшь забрудженной территории студенты наведывать не будут, але уявить ситуацию, якая можа узникнуть после ядерной аварии, смогут. Межтым у Гомельском державном университете не выключают махчымащие, что гэтая группа не будет опошли. Тем больше, что на минулом тыдне установа официально долучилась до Балунского процесса и стала третьей вошедшей научной установой Беларуси, якая подписала великую университетскую харту. Международное сотрудничество у нас очень быстро и бурно развивается. У нас есть совместные лаборатории, начиная от совместной лаборатории с Нанкинским университетом по вакуумно-плазменным технологиям, есть совместная лаборатория с Польской академией наук по золь-гель-технологиям, кабинет Конфуция, кабинет русистики, а всего более со 130 университетами ближнего и дальнего зарубежья заключены договора. Российский университет Дружбы народу, Киевский национальный экономический университет, Софийский университет Святого Климента Ахрыцкого, Институт прикладной физики в Вьетнамской академии наук, университет Хуаба Дукалли Аль-Жадидез Марокко, университет города Мичиган с Азлоченных Штатов Америки и гэта далёка неповный спис партнёров гуменчан. Кря 20 погоднений тут заключились с китайскими ВНУ и корпорациями. Гэта вектор, до речи, зараз развивается особливо активно. Приёмом делегации студентов с Германии Международное супрационерство Гомельского державного университета не завершается. Уже в листопаде тут будет открыт первый региональный институт Конфуция, задача которого – орунтованное выучение китайской мовы и культуры. В свою очередь, про несколько дней, местовые выкладчики накируются в Шанхайский университет, где будут учить уже китайских студентов русской мови. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадокомпания «Гомель». В Гомельском районе восьмиклассник потерпел огню. Инцидент отбылся у посёлку Цагельня. Батька семейства выросил спалить батьвиння после уборки бульбы, облившей его хорошей сумесью. Хлопец поднёс запалку, и нафтовые пары вспыхнули, накрывшей юнака вогненным шаром. Ён отрымал термичные опёки твару и конечностей. Потерпелого доставили в больницу. Переможцы у республиканского конкурса «Национальная литературная премия» 2016 года ушановывали напередодню Полоцку. Переможцам у номинации «Лепший твор драматургии» стал гомельский письменник Василь Ткачёв за сборник пьес «Характоры». На творчем рахунку Василя Ткачёва книги для дятей и дорослых. Ён працюе у жанрах сатыры и гумору публицистыки. А ясчё добра вядома, як драматург, спектакли по его пьесах ставилися навод за межами Беларуси. Символично, что в год 500 годзе беларускага книга «Друкованне» и 875 годзе Гомеля библиотецы филиялу номер 8 присвоена имя святителя Кириллы Туровскага. Святочное мероприемство с гэтой нагоды отбылось сёння. Больше, как 20 годово установит дейничая культурно-духовный центр. У библиотецы собраны великий архив материалов, присвеченных православной культуре и Кирилле Туровскому. Кирилла Туровский – святитель, гуманист и выбитный славянский литератор 12-го стагодзя. Деего творчасти сёння звертаються на сшатки. Святитель Кирилл очень был мудрым пастрем, который вёл свою паству и который писал, что если бы я вам давал мёд и пиво, то вы бы все ко мне шли. Но так как я вам даю глаголы «жизнь вечная», то вы многие не идёте к этому. Но его поучение, его слова, они встаются реальными через 11 веков и до нас, через 9 веков. На врачистом и мероприемстве так само отбылось и подведение выника у конкурсу викторыны Кирилла Туровский и его спадшина. Удельникам необходимо было правильно отказать на 10 пытаний у обсвятителя, размешанных на сторонках одной из городских газет. Пераможцам уручили каштонные прызы. Совы – пернатые ночные драпежницы, которые личатся символом познания, проникливости и эрудиции. У Гомельской областной универсальной библиотецы Мяленіна сёння открылась выстава «Мудрость стагодзеў», на якой представили каля 40 статуэток Сову. У экспозицию вайшли сувениры с приватной колекцией вядомага телевядучага знавцы клуба «Что дзи калі» Леонида Климовича. Гэта як крыштальные прызы популярной телегульни, так и статуэтки Совы, выкананная з металлу, кераміки, шкла. На открытии выставы усім жадаючим пропоновали выпробувати себе у ролі знавца у клуба «Что дзи калі». Для гостей вечера была организована интеллектуальная викторина, де за правильные отказы их чакали прызы. Лучший подарок книга, а знатоку лучший подарок сова. То есть, сейчас народ не заморачивается, шам не дарить, ну, раз клеймо и знаток, вот мы дарим тебе сова. Моя телевизионная белорусская сова, там совы, выигранные на турнирах, но вот самая дорогая, вот она, точно такая же, которую вручают в телевизоре самым умным. Ну, я не самый умный, но сова у меня есть. Новый вид городского отпочинку. Первый гомельский фамили-фест пройшел на минулых выходных. Такий подарок любимому городу до 875-го дня народжения зробил Палац культуры фестивальны. Фамили-фест организовали под открытым небом. Стадион луч подзялили на некольки тематичных пляцовок полян. Арт-полян знайомила гостей с выробами Гончарного и Ковальского моста, на поляне Family Help батькам пропоновали консультации психологов и педагогов. На детячей поляне малых забавляли аниматоры. Особливой популярностью у детей корысталася поляна брата у наших меньших. Головная мета такого забавляльного и познавального феста – популяризация семейных каштовностей. Студенты и выкладчики Гомельского державного медицинского университета сегодня долучились до масштабного доброчинного забегу, который сейчас проходит по всей стране. Его организатором выступает один из ведущих операторов мобильной сувязи. Жахарам нашей краины усим разом необходимо передолить дистанцию у 100 тысяч километров. В таком случае, на рахунок Республиканской детячей больницы медицинской реабилитации будут перелечены 100 тысяч рублей. У делу акции может принять каждый. Для этого треба пробег любую отлеглость. При себе треба иметь смартфон и зафиксовать свои выники с допомогой любого мобильного фитнес-додатку. После чего поделиться имя в группе в социальных сетках. Социальная инициатива закликана повысить интерес до здорового ладу життя и допомогать тем, кто в этом мает потребу. Решила, потому что это благородно, деткам нужна помощь для построения больницы, чтобы помощь оказываемой врачами, нами, будущими врачами, была квалифицирована и на высоком уровне. И коротко про надворья. В осень селета вырешила долго не чакать и сразу заявить про себя. На двор изменится уже ближайшие сутки. У ночи макчимые на больнице и мощные дожды. Завтра в день чакается до 18 градусов тепла. И далее субки термометра попаузут вниз. До выходных будет от 12 до 14 градусов и от 13 до 15 в день. При этом весь працовный тыдень будет похмурный и дождливый. По передних даденах опадки спынятся на выходных и станет теплей. Это и так само инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорта вас познайомить мой коллега Михаил Садоуский.